так делаем светильники и светодиодные ленты для этого нужно в момент закладки кафель оставить вот такие вот прорези в которые будут у нас потом вставляться вот этот вот это короб для светодиодной ленты встраиваемый встраиваемый короб то есть для него специально мы оставляем этот зазор в плитке то есть у нас потом он должен вот так вот стоять что-то может его закрутить на саморезы но это не обязательно потому что никуда он оттуда не денется так вот эти два короба они у нас будут находиться между зеркалом то есть как вы понимаете вот этом месте у нас будет зеркало так но отдельно выключатель для подсветки здесь на второй выключатель это вентилятор он будет у нас находиться вот так для того чтобы приклеить асфера профиль для светодиодной лески будем использовать принципе можно использовать любой любой герметик акриловый либо силиконовой разницы нету все все скорее все будет держать таким вот образом обильно наносим его на поверхность у нас здесь гипсокартон так и теперь аккуратненько 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 мы его вставляем на место так ну если он будет вываливать этот короб можно взять скотчем бумажным и более плотно его прижать так все оставляем этот короб для момента полного высыхания но потом уже после этого тогда этот герметик застынет вклеим сиридодиодную ленту в профиль и закроем его уже отражателем специальный матовый отражатель для того чтобы рассеиватель называется упрощение это будет просеивать но это как будет выглядеть уже потом продолжение этого видео вы увидите спасибо так прошло время наш герметик наверно уже застыл поэтому можно скотч удалить все нормально вклеилась все держится но по крайней мере она туда уже никуда не уйдет смотрим что у нас получилось вот тут небольшие врезки цветы для светодиодной ленты то есть специальные короба для ленты вот сейчас мы туда уместим вот эту ленту 50 на 50 14 и 4 ватта на погонный метр 12 вольт трансформатор у нас находится вон там вот под потолком в случае если этот трансформатор когда-то выйдет из строя можно будет просто отдернуть потолок и вытащить трансформатор наружу и заменить его на новый сейчас заизолируем вот эти концы и он специально вон там у меня осталось небольшое отверстие куда мы и засунем лишний провод который у нас тут торчит можно конечно спаять новые провода и уже потоньше провода и уже будет гораздо удобнее туда засунуть хотя нет я перепаяю их потому что эти провода слишком толстые пустим сюда немножко другой вот такой провод для связи его достаточно для того чтобы светодиодная лента у нас справилась но вот таким вот образом припаял я проводки к светодиодной ленты термоусадка и теперь просто вставляем в это отверстие излишки проводов и уже приклеиваем светодиодную ленту в короб светодиодная лента сзади уже есть клейкая основание поэтому просто отдираем верхнюю изоляцию и все он приклеивается уже сам светодиодная лента вклеена теперь теперь нам нужно установить здесь рассеиватель так все рассмотрим как у нас светится лента без рассеивателя это у нас где-то вот так плохо видно но ничего размер подогнали и теперь процесс это несложный просто пальцем аккуратно заталкиваем ее в фаз так ну и конечно первым делом нужно проверить как светится у нас два варианта один с отражателем второй без отражателя как видим в случае когда нет отражателя мы видим светодиодную ленту все ее светодиоды и поэтому это не не очень красиво в случае когда есть отражатель светодиоды уже скрываются и поэтому выглядит это более эффектно так ну вот два варианта выбирайте сами какой вам более интересен так ну я предпочитаю вот этот вариант когда когда рассеиватель стоит на своем месте но это тоже в принципе неплохо когда в случае если он у вас скрыт ну где-нибудь под кухонным гарнитуром можно будет устанавливать и вот такой вариант так ну ладно я сейчас сделаю из оставшегося куска отражатель на этот куст на эту сторону и закрою его вот так это будет выглядеть чувствуется как светодиодная лента нагревается давайте мы сейчас проверим пирометром как какая тем какую температуру он вообще у нас дает так сейчас так 25 градусов ну на ощупь на ощупь и практически не чувствуется такого в коробе она у нас 24 4 ладно замер произвели светодиодную ленту установили подготовку подготовку подсветки для зеркала тоже сделали то есть все теперь у нас остается один только этап установить зеркало и уже будет у нас зеркал с подсветкой и светодиодной ленты ну на этом в принципе работа по установке светодиодной ленты точнее подсветки для зеркала я считаю законченным если вам все было понятно доступно то можете оценить это видео поставить палец вверх ну если вы еще не подписались на канал обязательно подписывайтесь на канал ну и пишите в комментариях хотели бы вы себе установить такую же подсветку может у вас какой-то другой более интересный вариант как сделать подсветку для зеркала если нет то можете смело использовать такой вариант ну единственный недостаток этого варианта то что его нужно уже делать в процессе укладки плитки то есть специально нужно для этого оставлять зазор в плитках чтобы туда потом монтировать короб у нас короб он практически не торчит ну буквально отражатель там выпирает ну миллиметр ну это ничего страшного он не боится влаги так ну все на этом я заканчиваю всем спасибо за внимание спасибо что смотрели это видео до конца с вами был Ренат пока пока